Франкопан. Первый крестовый поход. Зов с востока. Моей жене Джессике. От автора. При транслитерации с греческого языка я не следовал единой норме, прежде всего потому, что считаю некорректным не использовать английские формы хорошо известных имен и названий. Конечно, это приводит к некоторым субъективным решениям, которые, я надеюсь, не собьют читателю с толку. Например, я использовал привычные общеизвестные географические названия Константинополь, Никея и Каппадокия, однако сделал выбор в пользу Деррахи, современной Дурры Салбания, Фессалоники, современной Салоники Греция, Никомедии, современный Измит Турция. Что касается исторических персонажей, то я использовал имена Георгий, Исаак и Константин, но Алексей, Никифор, Палеолог и Камнин. Западные имена даны в их современном виде, то есть Уильям, а не Гильермус и Роберт, а не Робертус. Турецкие имена приведены в соответствии с энциклопедией «Ислам». Там, где это возможно, я использовал английские переводы основных источников, а не отсылал читателей к оригинальным текстам. Это не всегда хорошо, потому что в некоторых случаях имеются прекрасные современные критические издания средневековых источников, которые со временем приведут к созданию лучших и более точных переводов, чем те, которые я цитировал. Тем не менее, мне кажется более предпочтительным стремиться к некоторой последовательности в цитировании источников по имеющимся переводам, а не чередовать современные переводы одних источников с собственными переложениями. Как и в случае с именами, я очень надеюсь на то, что некоторый разнобой не лишит читателя удовольствия наслаждаться содержанием книги. Введение 27 ноября 1095 года в городе Клермон в Центральной Франции Папа Урбан II встал, чтобы произнести одну из самых зажигательных проповедей в истории. Прежде чем объявить о намерении выступить перед паствой с обращением особой важности, Урбан II целую неделю вел церковный собор, на котором присутствовали 12 архиепископов, 80 епископов и другие высокопоставленные представители духовенства. Папа решил произнести проповедь на близлежащем поле, а не с кафедры Клермонского собора, чтобы его смогли услышать все, кто собрался в ожидании выступления. Окружающая обстановка выглядела очень впечатляюще. Папа со знанием дела выбрал место для проповеди у подножья цепи потухших вулканов. Вершина самого большого из покрытых лавой куполов, Пи-де-дом, была хорошо видна на расстоянии примерно 7 километров. Когда в этот холодный день он начал свою проповедь, люди обратились вслух, стараясь не упустить ни одного слова понтифика. «Дорогие братья, я, Урбан, Папа Римский, из дозволения Господа архипастырь всего мира, явился в этот момент крайней необходимости к вам, слугам Господа в этих краях, как провозвестник Божьего наставления». Папа был намерен эффектно призвать к оружию искушенных в военном деле мужчин и обратиться к ним с призывом отправиться к лежащему в тысячах километров от Клермона, священному городу Иерусалиму. Его проповедь должна была объяснять и провоцировать, побуждать и вызывать гнев. Этот эффект был достигнут в полной мере. Менее чем через четыре года рыцари с запада стояли лагерем у стен города, где был распят Иисус Христос, готовый овладеть Иерусалимом во имя Господа. Десятки тысяч мужчин, ответивших на клермонский призыв Урбана, оставили свои дома и пересекли всю Европу, полной решимости освободить священный город. — Мы хотим, чтобы вы знали, — сказал папа в своей проповеди в Клермонии, — какое печальное дело привело нас в вашу страну, и в чем заключается отчаянное положение, в котором оказались вы и все верующие, из-за которого мы находимся здесь. Урбан сказал, что получил тревожное известие как из Иерусалима, так и из города Константинополя. Мусульмане, инородцы, и люди, отвергнутые Господом, вторглись в земли, принадлежащие христианам, разрушая их и грабя местное население. Многие были жестоко убиты, других взяли в плен и увели в рабство. Папа ярко описал жестокости, творимые на Востоке персами, под ними он подразумевал турок. Они разрушают алтари, предварительно пачкая их нечистотами, делают христианам обрезание и льют полученную кровь на алтарии в крестильные сосуды. Когда они хотят умертвить кого-нибудь особенно мучительно, то делают ему надрез в пупке, вытаскивают кишку, привязывают ее к палке, которую вращают до тех пор, пока через низ живота не вывалятся все внутренности, и человек не упадет замертво на землю. Они привязывают людей к столбам и расстреливают их из луков, а на других нападают, вытягивают им шеи и выхватывают свои мечи, чтобы посмотреть, смогут ли они отсечь им голову одним ударом. А что я могу сказать об их ужасном обращении с женщинами? Об этом лучше умолчать, чем говорить подробно. Урбан собирался не объяснять толпе, происходящей на святой земле, а возбудить ее. Это не я, а Господь призывает вас, как глашатая в Христа, обратиться к мужчинам всех сословий, рыцарям и пешим воинам, богатым и бедным, призвать их поторопиться, чтобы изгнать эту подлую породу с наших земель и успеть помочь христианскому населению. Европейское рыцарство должно было подняться и, превратившись в Христово воинство, как можно быстрее поспешить на защиту восточных христиан. Рыцарям следовало собраться в одно войско и идти на Иерусалим по пути, изгоняя турок. Можете ли вы подумать о том, как хорошо погибнуть за Иисуса Христа в городе, где Он умер за нас? Господь благословил рыцарей Европы, дав им способности к кратному делу, огромное мужество и силу, говорил Он. Пришло время, как сказал Урбан, применить эту силу и отомстить за страдания христиан на Востоке, вернув гроб Господень в руки верующих. Различные описания того, как Урбан говорил в Клермонии, почти не оставляют сомнений в том, что его проповедь представляла собой шедевр ораторского искусства. Его призывы были внимательно выверены, примеры, творимых турками жестокости, тщательно отобраны. Он также рассказал о наградах, ожидающих тех, кто возьмет в руки оружие, любой, кто отправится в опасное путешествие на Восток, получит вечное благословение. Все с воодушевлением отнеслись к этому предложению. Жуликов и воров призвали стать воинами Христа, а тех, кто прежде воевал против своих братьев и родичей, объединить усилия и сражаться с варварами на законных основаниях. «Все, кто присоединится к походу, влекомой верой, а не любовью к деньгам или славой, получат отпущение грехов», — заверял Урбан. Это был, по словам одного из очевидцев, новый путь к спасению души. Толпа восторженно реагировала на проповедь папы. Отовсюду неслись крики «Деус вульд! Деус вульд! Деус вульд!» «Так хочет Бог! Так хочет Бог! Так хочет Бог!» Люди внимательно вслушивались в слова Урбана. «Пусть этот призыв будет вашим боевым кличем, ведь он исходит от Бога. Когда вы сомкнете ряды перед атакой на врага, пусть этот клич, неспосланный Богом, раздается из каждой глотки «Так хочет Бог! Так хочет Бог!» Большинство тех, кто слушал проповедь папы, были охвачены энтузиазмом и поспешили домой, чтобы начать приготовление к походу. Представители духовенства разъехались, чтобы оповестить как можно больше людей, а сам папа Урбан II взвалил на себя тяжелую ношу. Он колесил по стране, продвигая идею похода и передавая послание с призывами присоединиться к нему в районы, на посещение которых у него не было времени. Вскоре вся Франция была охвачена лихорадочной подготовкой к крестовому походу. На этом книжка подошла к концу. Это был ознакомительный отрывок. Полную версию книги вы можете скачать или прослушать онлайн, перейдя по ссылке в описании под видео. Достаточно зарегистрироваться и вуаля, книжка у вас. И помните, авторы, декламаторы, редакторы тоже люди, они тоже хотят кушать и на добровольных началах, к сожалению, в наше нелегкое время работать фактически нереально, особенно качественно. Поэтому, ребята, поддержите как минимум автора и декламатора, купив лицензионную книгу.